На городском стадионе имени Николая Бурлаки оборудовано две новых площадки для занятий баскетболом, а также пляжным волейболом. Они разместились рядом с уже полюбившимися жителям детской и тренажерной площадками. 1 сентября, в День знаний, учащиеся спортивных школ и жители города опробовали новые спортивные объекты. 1 сентября, в День знаний, учащиеся спортивные объекты. Есть люди, которые неравнодушны к тому, к чему занимается молодежь. Площадка не только эта, площадка еще воркаута, она чуть раньше, там вы видите детская площадка. То есть как бы экспериментальный вариант. То, что сегодня ставит задачу губернатор, что нужно не однобоко делать, чтобы занимались силовыми. Но здесь можно играть в баскетбол, там можно играть в пляжный волейбол. Приходят молодые родители со своими детьми, то есть дети, видите, занимаются там на площадках. Дальше проходим и беговая дорожка, футбольное поле. И еще у нас есть расстояние, где мы будем заполнять дальнейшими площадками. Юные спортсмены отделения баскетбола детской юношеской спортивной школы «Триумф» в этот день провели тренировку на новой площадке. Особенно довольны баскетболисты остались установленными арматизационными кольцами, которые позволяют отрабатывать необходимые в современном баскетболе элементы борьбы в воздухе под кольцом. Славянские спортсмены не могли скрывать свои радости, ведь теперь у них появилось новое место для тренировок. Я очень рада, что открылась такая площадка. Можно приходить помимо тренировок и тренироваться, отрабатывать броски. Я занимаюсь баскетболом 4 года, мне очень нравится. Я вообще из другого города, там преподавали плохо, а тут самые лучшие, наверное, тренера. Они очень хорошо преподают. Площадка просто шикарная, мне очень нравится. Я занимаюсь баскетболом уже довольно-таки давно, и я очень рада, что у нас на стадионе открылось такое шикарное место, куда можно прийти после тренировки, отработать какие-то элементы, ну, или то, что задал нам тренер. Я, во-первых, удивлена. Я не знала, что прям такая площадка будет, что хорошо покрасили, хорошую построили трассу, бегать можно нормально, ноги, если упадешь, не поцарапаешь. В принципе, нормально, кроссовки не скользят, кольца хорошо держатся. Самому юному баскетболисту Дмитрию Петренко всего 11 лет. Несмотря на свой возраст, занимается баскетболом уже 5 лет. Говорит, сам для себя выбрал этот вид спорта. Новые площадки его также порадовали. Я рад. Площадка хорошая. Боятся почти как в триломфе, такие же почти. Ну, асфальт хороший. Скользить нельзя, если даже зимой. Ну, что я могу ещё сказать? Отлично. На волейбольной площадке любители этого вида спорта собрали несколько команд и разыграли любительский кубок. Также на отлично оценив новый спортивный объект. Не зря город Славинск-на-Кубани считается одним из самых спортивных. Здесь создаются все необходимые условия, чтобы славянцы смогли заниматься самыми разными видами спорта. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа События.